Реестр недвижимости Дубая дает множество поводов для размышлений. Организация C4ADS предоставила редакции Азатыка данные из этого документа. В нем указаны имена и фамилии более полутора тысяч казахстанцев, которые владеют недвижимостью в Дубае. Среди них как бывшие, так и действующие чиновники, депутаты парламента, а также представители силовых структур и судьи. Государственным мужам не чуждо те, как настоящие роскоши. В жилом комплексе Раймал на берегу острова Палм-Джумейра расположен просторный офис стоимостью более 600 тысяч долларов. Принадлежит он Марлену Тургумбаеву, сыну бывшего министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, который сейчас отбывает тюремный срок. Генерала-лейтенанта, который когда-то написал диссертацию о превышении должностных полномочий, самого обвинили в превышении власти. Он был осужден на пять лет по делу о январских событиях в Казахстане. Предшественник Тургумбаева, Калмуханбет Касымов, запомнился тем, что убегал от журналистов в кулуарах правительства. На имя жены генерала-полковника записана дубайская квартира в районе Discovery Gardens. Апартаменты сравнительно скромные, площадь всего 90 квадратов. Квартира оценена в 210 тысяч долларов. И эта недвижимость должна быть отражена в налоговой декларации. «Знают ли госорганы Казахстана об этом объекте? Вот о чем хотим вас спросить». «Все знают. Все, давайте». «Подождите, я уточню вопрос». Да, далеко не все герои расследования Азатыка идут на контакт. Чаще всего попытки диалога заканчивались тем, что чиновники или их родственники просто обрывали разговор, едва услышав вопрос о дубайской недвижимости. Замминистра обороны Казахстана Багдата Майкеева арестовали в 2014 году при получении взятки. Летом того же года его осудили на 6 лет. А уже через год он вышел на свободу условно-досрочно. По информации из базы данных организации C4ADS, ему принадлежит квартира площадью в 100 квадратных метров на острове Палм-Джумейра. Стоимость этого жилья сейчас около 650 тысяч долларов. «Послушайте, когда я ее купил, это был 2017-2018 год, то заплатил только половину суммы, но потом продал, так как не смог расплатиться полностью. Три-четыре года назад я ее продал». «По обновленным данным за 2020 и 2022 год, ваше имя по-прежнему указано среди владельцев апартаментов в Royal MW Residence North на Палм-Джумейра». «Нет, у меня ее нет, посмотрите внимательнее». Майкеев тоже бросил трубку. И не объяснил, откуда у него деньги на покупку этой недвижимости после освобождения, если ранее суд конфисковал у него имущество. Разумеется, на последующие звонки расследователей Азатыка экс-генерал не ответил. Роскошной квартирой в Дубае владеет и Руслан Акбердиев, который руководил Центром специального обеспечения в службе государственной охраны. На него записана 200-метровая квартира на острове Палм-Джумейра. Ее рыночная стоимость – около 1 миллиона долларов. Акбердиев ответил на телефонный звонок. «Вы, наверное, ошиблись. У меня нет никаких апартаментов». «А вы сейчас работаете в структурах СОП или госохраны?» «Нет, нет, я не работаю. Вы, наверное, ошиблись вообще даже номером». Собеседник Азатыка утверждает, что он не Руслан Акбердиев. Но расследователи проверили этот телефонный номер в приложении «Гетконтакт», чтобы посмотреть, как другие абоненты подписывают владельца номера, указанного в реестре недвижимости. Наиболее популярные варианты – Руслан Равилевич, Руслан КНБ и Руслан Служба охраны президента. После этой беседы Акбердиев на связь не выходил. В числе героев расследования Азатыка – судьи, прокуроры, представители таможенных органов. Свои декларации о доходах казахстанские чиновники не публикуют в открытом доступе. И логично, что это вызывает массу вопросов и подозрений у налогоплательщиков, говорит главный редактор издания «Власть» и соавтор расследовательского проекта «Дубай Unlocked» Вячеслав Абрамов. То, что у нас с вами возникают вопросы, мне кажется, это законные вопросы. Потому что мы, как граждане Казахстана, имеем право знать, почему, например, бывший министр внутренних дел, семьи двух бывших министров внутренних дел владеют недвижимостью в Дубае. Что их там привлекло? Почему они там решили купить квартиры? Или сотрудники прокуратуры? Или сотрудники Комитета национальной безопасности? Или каких-то других правоохранительных органов? Или чиновники, любые другие или их близкие? Я думаю, что все эти вопросы законные, а вопросы, ответы на них мы можем получить только тогда, когда Казахстан начнет открыто публиковать декларации. Причем не просто декларации об активах МОНАСС, как нам сейчас обещают, а реально декларации о доходах, расходах, то есть полные данные. В ответ на запрос Азатыка в Комитете госдоходов сообщили, на первом этапе всеобщего декларирования 40 казахстанцев предоставили информацию о недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах. На втором этапе таких людей всего 29. В Комитете не назвали их имена и соображений налоговой конфиденциальности. Расследование Азатыка показывает, что владельцев недвижимости в Дубае с казахстанским паспортом может оказаться гораздо больше. Даурин Хайргельдин. Настоящее время Азия. Казахстан.